Девушки отдыхают И Соня Монина Как правило, для выхода вечерних платьев у девушек было достаточно много времени, потому что это домашнее задание. Потратили ли они это время зря, или все-таки удалось им покорить наших судей? Как считаете, Полина? Вот здесь я вижу, что какая-то домашняя работа, слава богу, что была домашняя. Наверное, это спасло девушек, что они имели возможность подготовиться заранее, продумать свои образы. У меня есть одно сразу замечание нашей Сонечки, дорогой участницы. Да, говорите. Сонечка, вот вы когда, вот так вот, вас когда не видят, и вы чуть-чуть улыбаетесь, вы сразу становитесь невероятно красивой. Соломия мне понравилась, я довольна ее выбором платья. Я считаю, что такого формата, формы, стиля платья должно быть у каждой стильной девушки. То есть это платье на все времена, оно действительно вечернее, длинное, красиво подчеркивает стройность и красоту Соломии. Я могу согласиться с Полиной, что действительно платье прекрасное. Настолько симпатична ваша вот такая вот филигранность и утонченность этого силуэта, что, в общем-то, даже вот особо не раздражают такие туфли. Соня, действительно такой вечерний выход. И вот, кстати, мне очень понравилось, что вот в этом образе нет, ну вот, знаешь, такого ненужного нагромождения какой-то концептуальщины. Я не сторонник вот такого обилия россыпи камней там или такой вот вышивки. Но здесь это, в общем-то, не мозолит глаза. Другая бы, вот, боялась одеть светлое платье и так сильно все открыть. И сказала бы, ой, ну как, ну сейчас там люди все смотрят. Одела, открыла, есть что открыть. И очень богатое платье финальное достало, откопало. Вот, то есть, каждая из вас, видно, что очень готовилась. Спасибо вам, девочки. Ну, если честно, я бы поменялся бы цветами, не платьем, а цветами. Например, я бы на соломею одел бы светлое, светлый цвет платья, а на соню как раз вот черное. Соломея, давайте вот так вот по-честному, очень элегантная, очень все тонко. Ну, как Полина сказала, соломочка такая. Настолько правильно, что взяла вот эту прическу, поменяла, продумала. Настолько правильно, что, я не знаю, придраться мне просто не к чему. И, наконец, к финалу нашего проекта девушки правильно поняли и правильно выполнили свое домашнее задание. Вы отправляетесь в последний раз на наш модный подиум для падения. Ну, а вам, уважаемые судьи, решать, кто же станет иконой стиля. Белый лебедь и черный лебедь. У нас, как в классическом произведении, выживет лебедь один. Я, кстати, хочу сказать, что если все предыдущие выходы мы делали какие-то, да, там, заказы, и нам выносили не то, то финальный выход, знаешь, такой десерт, и вроде бы когда подали десерт. Я ничего не говорила по поводу Сони. Давай. Мое мнение по поводу ее платья таково, что нижняя часть совершенно чрезмерно уже утрирует вот эту всю блестящую красивость верхней части. Наверное, Соня совсем недавно стала рыжей, и рыжим очень сложно подобрать цвет, и этот цвет тоже не ее. Если бы это платье было года 3-4 назад, а лучше 6-7-8, то она бы была гран-при. А поскольку на дворе 2014-й, поэтому немножко мимо. Но в целом, что Соломия, что Соня, молодец. И вот наступает главный момент нашего шоу. На пьедестале падения две модницы, две финалистки, два абсолютно разных стиля, два мировоззрения и два гардероба. Мы знаем, что победит только одна, вторая же останется только второй и полетит вниз с трехметровой высоты. Так кто же стратил всего в шаге от финала? Кто сейчас упадет и не полетит в Париж? Сегодня иконой стиля становится... Соломия Винер! Вообще не согласна, надо всех отлупить, вот, все. Я готовилась и все, я обиделась, короче. Пойду плакать. Я не согласна с мнением жюри, вообще не согласна.